...представителями молодёжи из других субтитров. И ещё один фактор — это общение. И последний фактор — это способ реализации проекта. Если бы больше времени мы обработали бы эти идеи с точки зрения реальности, с точки зрения измеримости, потому что даже по критерию измеримости, вы видите, что очень многие идеи... Всё, мы под это кладём технологию специальную, и она отрабатывается. Если мы говорим о том, что создать позитивный эмоциональный фонд, окей, закладываем технологию, делимся радостью, всё, мы это проходили, понимаете? Это маленькие технологические моменты, которые не возникают с потолка, они к нам не приходят просто потому, что... ...представить как президента подшлить. Открой. ...представить. ...сюда, пожалуйста, центр. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем нашу работу, работу рабочей группы, на которую собрались представители муниципальных палат, собрались представители общественных молодёжных палат, наших партнёров-субъектов. И, дорогие друзья, хотелось бы представить вот одного из главных героев нашей сегодняшней встречи, нашей небольшой такой дискуссии, о роли личности в истории и взгляде на него молодёжи. Это председатель Тюменской областной думы Сергей Генневич Перебан. И, поскольку взгляд молодёжи, нам интересно было бы ещё пригласить одного человека, который имеет очень тесное взаимоотношение до сих пор с общественной молодёжной палатой. Это председатель второго созыва Роман Чуйко. Пожалуйста. Роман также возглавляет региональное отделение молодой гвардии «Единой России». Уважаемые коллеги, мы работаем в таком формате до 10 минут-два, поэтому, пожалуйста, ваши вопросы вы храните, запоминаете, потому что мы в таком блин-режиме будем работать. И мне бы хотелось немножечко рассказать о Сергею Генниче. Сергей Генниче, то, что связано с вашей биографией, естественно, поступно все, потому что вы личная личность, много даёте интервью. Но вот я выбрал самое главное, на мой взгляд. Прежде всего, то, что по специальности вы, радиоинженеры, окончили Киевский институт инженеров гражданской авиации в 76-м году. Всё правильно. Точно до этого речи традиционные училища. Так что образование я получил в плосице рубежных в этих временах. Да, отлично. Но сейчас бы спросили, а где вы получали образование, а не за границей ли? Вы можете видеть похвастать. Вы были с 96-го по 98-й год председателем Государственной думы Ямало-Ненецкого автономного округа. И вас, собственно, избрал на это норог жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Вы почётный гражданин Ямала-Ненецкого автономного округа. И, собственно говоря, избираетесь тоже оттуда. На протяжении уже четырёх созывов. Ну, 16-й год работал. Сергей Ягенч является председателем Тюменской областной думы. Её бессменный руководитель. И ваш покорный слуга, в том числе, и работа после начала Сергея Ягенча, тоже уже второй созыв. Это уже вторая пятилетка началась. Говорят, век политический, 20 лет, мне осталось совсем немножко ещё. И потом, может быть, какая-то смена деятельности. Да, может быть, вернётесь в авиацию. Да, об этом можете поговорить. Кто-то из президентов США сказал, что тяжелее работы первые 10 лет. Мне уже 10 лет первые. Сейчас мне легко работать. Ну, конечно. Постоянно занимается Сергей Ягенч, член фракции «Единая Россия» в Тюмирской областной думе. И Роман Чуйко, это тот человек, который тоже является очень близким человеком в молодежной политике. Собственно говоря, Роман принимал участие и в первом созыве общественной молодежной палаты. Такая, когда ещё был, на мой взгляд, такой хаос и неразбериха. И, собственно говоря, был одним из тех людей, который занимался наведением порядка в общественной молодежной палате. Поэтому то, что сейчас происходит, в этом есть малая заслуга и Романа. Сейчас Роман занимается общественно-политической деятельностью. Я знаю, что преподает, да, если пост. А, уже нет, да? Ну, немножко тоже расскажешь поподробнее. И, дорогие друзья, вот для того, чтобы нам всё-таки более подробно узнать о том, чем живут наши герои, у меня есть небольшая разминка. Уважаемые коллеги, вот вопросы, они достаточно детские и они связаны с нашей обмеченной жизнью. Вопрос к вам, Сергей Евгеньевич. Любимая книга и почему? Любимая книга, все, наверное, последняя, которую ты читаешь. Что это? Что это сейчас? Значит, я был сейчас в отпуске, ну, у меня под заправило было. Читал, правда, лёгкую литературу, где-то порядка 300 страниц я в день прочитывал. Вот, а если у вас серьёзных книг, значит, то, о чём можно сказать? Сын послал Библию, правда, скорее не странно, написал её священник, который никогда в России не жил, значит, служил в одной из церквей рядом с Нью-Йорком. Я по большому счёту хортиист, но мне многие вещи неинтересны, поэтому я, так сказать, потихонечку, постепенно, подумал, её читаю. Вот, если говорить о других книгах, не так давно я пришёл от книги «Технология невозможного». Значит, Ленин Сталин, значит, тоже довольно интересная книга, говорит, значит, о революции, говорит о отечественной войне. Вообще, в большей степени я люблю, конечно, исторические книги, нежели какие-то лёгкие. То есть, я говорю, что в отпуске, ну, понятно, значит, сам читаешь то, что революция читается, там сидя где-то у бассейна или лёжа на пляже. А так, в большей степени, люблю историческую литературу и читаю её с утра. Спасибо огромное. Роб, у меня вопрос тоже связан с книгами, но немножко другого толка. Вот, если бы ты был книгой, то какой бы книгой ты был? Может быть, название, а может быть, просто какой-то... Лучше сберегательный быть книгой. Вот хороший совет. Примул к себе. Но я предпочитаю всё-таки быть книгой фактов каких-то исторических событий, потому что это уже то, что сбылось, и то, что случилось, и то, что можно говорить о том, что это есть. Плохо или хорошо, это уже другое, поэтому это уже оценивать людям, наверное, всё-таки это было много исторической книгой. Что-то связано с книгой. А какой-то историей связано с книгой. Да, какой-то историей. Связано, наверное. В первой тоже в восторге от старых советских конференций, я их больше всего люблю. А если с этим фильмом, то опять же и шире исторические события. Тоже с реальным фактором. Рома, у меня к тебе будет вопрос не из области кеминематографы, а из образца современных технологий, для которых досталось роль сравнения. Скажи, пожалуйста, если бы ты был телефоном, каким бы ты был телефоном? Вопрос по-чистическому. Хорошо. Это не обязательно должна быть маркер, понимаешь, а именно какой он нужен. Нужен смарт телефон, смартфон, значит, какой-то умный фон, да? Стоит не модель из телефона. Ну, действительно, это как бы вопрос такой, что я думаю, что я бы не был телефоном, который был бы самым таким, как смартфон, многофункциональным, суперфункциональным. Это, скорее всего, были бы основные, но очень надежные функции. Немного. Хорошо. Дорогие друзья, аплодисменты за такую разницу. Уважаемые коллеги, сегодня мы говорим о роли личности в истории, и хотелось бы обратиться, конечно же, к вашему органу, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, о вашем историческом, скажем так, обозрении, в том, что вы видели, может, вы принимали участие. Насколько роль личности именно, насколько роль принятия политических решений, которые... Тем более, что, допустим, впечатлять себя личностям, которые серьезно повлияли на историю, наверное, нельзя. Ближе, конечно, к тема роли молодежи, наверное, в современности. Но, тем не менее, действительно, у меня были этапы, когда от моего решения зависела и моя судьба. Судьба, значит, тех, с какими работами, какие-то судьба региона. По крайней мере, будучи председателем окружной думы, где она называлась государственной думы Молоневского округа, мне пришлось серьезно заниматься вопросами статуса округов, статуса области, вопросов взаимодействия области и округов. Буквально за несколько месяцев до избрания меня депутатом областной думы и председателем областной думы, я подписал документы в суд на действия областной думы, на действия губернатора за то, что дума проняла, а губернатор подписал закон, исчемляющий права от округов и правонаправного субъекта федерации. Более того, Собянин Сергей Семенович, не безызвестный, когда он был председателем Континансийской окружной думы, и мы с ним вступали в инклюзионном суде, подали в суд, значит, в качестве листов, опять же, по этому вопросу. Действительно, там вопрос очень непростой. Получается, и область равноправный субъект федерации подписывала договор с Российской Федерацией, и округа равноправных субъектов федерации, подписывавшие договор с Российской Федерацией. Получается, равноправный субъект входит в другой равноправный субъект. И надо сказать, что мы нашли выгод из этого положения, отчасти с помощью Конституционного суда. Кроме Конституции и федеральных законов, мы изыскали возможность регулировать отношения договором между органами власти наших трех субъектов, и, слава Богу, так сказать, по этим правилам мы до сих пор живем. Вы знаете, что судьба других округов по-разному сложилась. Чикотский округ в свое время вышел из состава Магаданской области. Шесть округов вошли назад и не стали уже субъектами состава краев и областей. То есть они практически стали на правах муниципальных образований. Наибольшей степени упорядочены эти вопросы у нас, и пока в зависшем таком положении находится Невский округ, а Архангельская область. То есть я считаю, что то мое участие в решении этих вопросов, оно в значительной степени способствовало дальнейшему развитию и округов, и области, разумеется. Ну и сейчас, когда мы в таких условиях существуем, Виктор Николаевич не даст соврать. Когда меня избирали, я избрали в ряд четыре раза председателем областной думы. Выступая с программой своей речью, я всегда во главу угла ставил вопрос о недопущении каких-то конфликтных ситуаций между округами и областями. Это еще и случайно важный причин. Вот в этой части, наверное, я повлиял на ситуацию, которая сегодня сложилась и в округах, и области. Я считаю, что это моя определенная роль. Конечно, не я далеко один, будем так говорить, большую роль, наверное, играли еще и губернаторами. Тем не менее, инициаторами многих дел были, как мы, и более того, даже вот тот договор, который сейчас мы пролонгировали, вначале мы обсудили вопрос о пролонгации на совете законодателей трех думок нашего совета, мы же создали рабочие группы, в которых вошли, которые возглавили председатели дум, и мне пришлось быть не только, будем говорить, руководителем рабочей группы Тюменской области, но и координатором всех трех рабочих групп, которые, значит, работали по пролонгации договора, и слава богу, мы его пролонгировали до 30-го года, это, конечно, очень важно. Наши, наверное, знают, а приезжие молодые люди не знают, что это дает основания реализовать программу сотрудничества и финансировать эту программу, она работает по 11 направлениям, ну, довольно советных суммах, будет, например, 25 миллиардов года, 45 миллиардов. Хорошо, спасибо большое, Сергей Тенченко, Роман. Тот же самый аналогичный вопрос к тебе, вот в твоей истории, в твоей жизни, я имею в виду, либо на твоих глазах, какие из политических решений ты видел бы и мог бы отметить, в которых вы принимали участие, ну, конкретные лица, определяющие, в какой-то контексте и промежутке времени историю этого периода? Серьезную, проблемную республику нашей страны. Это официальная информация, то есть, по-калитету, на самом деле, что там происходит. Ну, вот, несколько примеров. К примеру, Абдулатипов, когда будущий встав, который там находится, напрямую связан с экономическим положением граждан и с участием в жизни общества молодежи. И первое, практически, что он сделал, он договорился с Германом Гребом. И, соответственно, не надо уходить, значит, самому молодежи от политики. Есть такая известная фраза, если молодежь не занимается политикой, то политикой занимается молодежью, а не политикой занимается молодежью. Что мы и в Гонгах сейчас и наблюдаем. Можно по-разному относиться, опять же, к прошлым, но, поскольку я работал многие годы в комсомоле, то не без сожаления осознаю, что вот этой организации нет. Нет, и не я один. Мы как-то встречались с Владимиром Ильичем Якушимом, он в Бутанушке, он вроде говорит, что комсомолу надо посудить. А я спрашиваю, в комсомоле были? Он говорит, что комсомол плохого на президента, что ли, воспитал? Ну ладно. В конечном счете, я сомневаюсь, что не та или не другая партия хочет хуже своего государства и хуже своего народа. Вы вопрос, что разное видение решения проблем, но без молодежи, конечно, мы в этом не обойдемся не в порядке. Многие из нас, наверное, известны, как я формула, что не формула, вернее, а фраза, что тот, кто молодые годы, я был реформатором, кто у них в сердце, кто в зрелом возрасте не стал консерватором, и того нет ума. И вот я сейчас считаю, что сочетание как раз реформаторства и консерватизма, кстати, я консерватора абсолютно не считаю человеком, я считаю консерватором, потому что я строю свою работу на основании того же жизненного опыта, который я имею, с чем тогда надо было жить, если использовать эту работу с ним работал. И в то же время, значит, самым, безусловно, нужны новые идеи. И в кадровой политике мы стремимся, я имею в виду, в областной бумер, сочетать и молодежь, и, значит, можно сказать, людей, заренды. Вот в свое время Виктор Николаевич пришел, как раз, значит, молодой человек, победивший в конкурсе, там, в павильонах, как он у нас был, в политзавод, да. Сейчас есть у Талдерплава, один тоже молодой человек, очень много в его, знаете, так вот. Поэтому сочетать, конечно, опытных людей и людей, можно, обязательно, можно. В те годы, когда я был молодой, нам это послали. Я 36 лет уже на Керпинском районе. Спасибо большое, что я работал в Комсомолии в партийных органах процессах. Да, вот как это сочетается еще? Да, понимаете, можно так сказать, он как флюгер, значит, сам. Кто в власти, тебя знает, и вроде идет в ногу. Вот я считаю, что не совсем так, наверное, но, во-первых, я же говорю, что не меняется только покойник и дурак, значит, я пока не отношусь к первым и вторым, значит. Поэтому, если говорить о действующих партиях, это, конечно, партия Единой России, на мой взгляд, более, все же, конкретные в делах, нежели иные другие партии. То, что у нас реализуются порядка 50 проектов партийных различных. Вот даже сейчас мы были час назад на одном из предприятий и нашли, опять же, интересную идею. В рамках партийного проекта «Детские сады и дети» мы были на предприятии, которые устраивают дороги, знаки там различные, написи делать, ограждения и так далее. И решили, что почему бы в рамках этого партийного проекта, а самой там была Тахарчук, которая делает этот проект, почему бы не организовать в детских садиках, на их территориях городки безопасного движения. Хоть это предприятие берется. У депутатов есть у нас определенный фунт депутатских наказов, где-то полуси миллионов. Значит, и мы можем сброситься, и каждый, по крайней мере, свой избиратель на муку, и создать такие городки безопасности дорожного движения. Ребенок с трех лет будут кататься на игрушечной машине, будут перекрестки, будут знаки, будут игрушечные светофоры. Я считаю, что это практическая работа. А просто где-то митинговать и строить пикет, это совсем не так. Хотя, даже единая Россия, я считаю, что достаточно использовать потенциал молодежи и как целое наше государство для решения каких-то серьезных государственных задач. По-разному можно носиться к БАМу, к ударным комсомольским струйкам, но поскольку в эти годы я работал, это не ностальея по крайней временам. Но мне кажется, молодежь все же таки занималась конкретными делами, набиралась практического опыта, вырастали мощные руководители, делая серьезные дела. А вот мне кажется, вот это немножко сейчас. Спасибо. Ром, тот же самый вопрос. ...сообществ, вообще проектов, которые объединили молодежь политически активно. И до этого ничего практически не было. Да не практически, а не было. Поэтому как бы в тот период, я говорю, что это было в течение такой определенной обстоятельности, потому что мы активно принимали участие в проектах и в социальных разных. И в какой-то период времени мы стали заниматься молодой гвардой. То есть меня пригласили, и меня, и моих коллег, друзей, товарищей заниматься молодой гвардой. Как добиться цели и не поругаться? Какие стратегии вы используете? Значит, что касается возможности не поругаться, я считаю, что не только в программе сотрудничества и в семье, даже мне, как спикеру, приходится постоянно искать компромиссные решения внутри Думы. Сколько есть представители разных партий с разными точками зрения. Я, естественно, в качестве спикера являюсь дирижером. Даже более я обладаю меньшими правами, чем любой другой депутат. Я не имею права выступить. Значит, если я выступлю, то должен отдать председательство другому по данному вопросу, моему заместителю. Я не имею права комментировать выступления моих коллег. Я не вхожу ни в один из комитетов и не имею права голоса в присутствии на комитете. Я могу высказать свою позицию, но не имею права голосовать. Но вместе с тем я считаю, что это хорошо, потому что это позволяет мне быть отчасти нейтральным, будем так говорить, на заседании Думы, не ущемлять права ни тех партий, которые мы относим к оппонентам, или еще как-то их обзываем, или малых партий, будем так говорить, и оппозиционных партий. Поэтому здесь приходится искать компромисс, безусловно. Что касается компромисса с округами, да, действительно, я опять же говорю, когда выступал с своей программой, то говорил, что моя главная задача не допустить конфликта между округами и областью, между правительством и Думой, между представителями разных фракций, между аппаратом и депутатами и так далее. Вот в этом и разоключается моя роль как председателя. Я действительно сравниваю ее с ролью дирижента.